Всех приветствую, дорогие мои рекианские мирозавоеватели! Ну что ж, устраивайтесь поудобнее, потому что нам сегодня будет что мирозавоевывать. Но, как всегда, начнем с улучшений, а точнее с маленьких изменений, которые я хочу произвести во благо нашей страны. Мы будем продолжать разрушать памятники архитектуры, чтобы продавать их по кирпичикам и получать доходы. Все ради доходов, фандаризм во имя дохода. Шучу, мы разрушим здесь крепость только для того, чтобы отстроить здесь мастерскую и получить больше дохода. Ну да, все во имя доходов, как я и говорил. Еще мы пройдемся по парочке прибрежных провинций, посмотрим, может быть, стоит разрушить какие-то здания, например, храмы, и построить вместо них мастерские, чтобы получить действительно больше доходов. Потому что храмы храмами, но здесь уже наша религия. Зачем им храмы? Подумайте. Тут все только строится, тут все только строится. Когда строится, так разберемся. Мастерская не повлияет на золотодобычу, так что ничего менять не будем. Тут еще сунизм будем перекрещивать, так что тоже ничего менять не будем. Тут тоже в процессе. А тут у нас прям в наглую стоит храм. Должна быть мастерская. Нам близко идея конфуцианства или идея конфуцианства. Так, ну в Малинде тоже ничего менять не надо. И следующая вкладочка, в которую мы пойдем. Мы потратим какую-то сумму сегодня. Нет, тут нету места для храма. А вот в Сурате вполне себе и может быть. В Сурате много мест, поэтому храм здесь может процветать. Тут тоже хватит места для казармы. Силангор, наверное, места нету, так и есть. Кутак. Место для казармы имеется, очевидно. Бентан и Сурабая. Ну, Бентан такое место, где, в принципе, если что и строить. Мануфактурку тоже здесь можно построить. Все-таки это торговля. Несмотря на то, что здесь автономия 75, торговле как-то особо плевать на это. Но давайте сначала построим здесь казарму. От казармы толку будет пока что тоже немало. Не скажу, что больше, но немало. Так, Сурабая, Сурабая, Сурабая. Сурабая, это где? О, столица. 75. Ничего вообще не построено. Как такое может быть? Пряности. И как мы можем пройти мимо того, чтобы отстроить здесь мануфактуру? Это ж пряности. КОНЕЦ. 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 ШИКАРНОЕ МЕСТО. Но его только один раз прокачать и будет мастерская. КОНЕЦ. Так, рогатая жаба Кончай спонсировать это все дело В 79-м Сможем отменить и дикт тут И по-моему мы можем отменить и дикт тут Тоже в 79-м придется ждать А так у нас и дикты в паре провинции есть Ну что ж, вот такие вот у меня на сегодня Улучшения, мы парочку тысяч в них вложили Но есть еще кое-что важное Кое-что важное, что нужно предпринять И что нас подготовить Ладно, об этом важном мы поговорим к концу года Все, полетели Негодяи всякое такое Все пошло нафиг Это не так важно Вот что действительно важно Это подготовиться к войне против Шамара Это ближайшая война, которая нас ждет Заберем отсюда Часть войска И мы копим административные очки Чтобы взять технологии соответствующие Копим дипломатические очки Несмотря на то, что мы их так красивенько потратили И ждем восстания Восстания в Сафале Не только в Сафале, а еще рядом в провинции Может быть 19 тысяч Давайте переведем часть войск Чтобы рядом в провинции восстания не было У меня есть идея, как эти войска еще использовать Сколько теперь? 12 сепаратистов Тысяч Не 19, а 12 Так это же круто Россия заключила перемирие с Табаристаном И Россия очень близко к нам Кстати, если мы захотели бы Мы могли бы с Россией союз заключить Она нас пока еще любит А союз с Россией нам был бы в принципе очень выгоден Вау, 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 вау Отличненько Добавляем вас Слоновая кость мне нужна Док мне здесь не нужен И отстрой, пожалуйста, здесь мануфактурку Следующее, что мы будем исправлять Это в Линде Тоже где-то тут, хорошо В Мизиму отойдем Чтобы там случаем сепаратисты не взорвались Число административных за счет инфляции плюс 50 Хорошо И тут у меня есть кое-какая идейка Продолжаем национализировать Готово Теперь на Килву можно сфабриковать претензии У нас есть претензии на их столицу Давайте найдем перспективную провинцию По соседству с нами На которую выгоднее всего клепать претензию Вот эта вот десяточка, наверное, на нее Берем и все Нам дипломат не нужен Теперь нас интересуют южноамериканские дела Вот за этими парнями нужно следить, чтобы они ходили А также отозвать отсюда колониста Хочу его кое-куда направить Я надеюсь, что мои обзаведутся дополнительной территорией тут Дружище, ты тут стоишь? Вот я же говорил, гаденыш Стоит Колонист Колонист мне нужен, чтобы Новую территорию для завоеваний наметить Хочу его отправить вот сюда Будет через 268 дней И пока он туда несется Я попробую сплавать Армии И расчистить там место для него Мы, как только у нас будет колония Сможем объявить войну Конга Завоевать часть провинции И уже начать думать о том, чтобы И там основать торговую компанию А это нужно нам для следующей эпохи Так, не торговые лиги А Это колониальная и торговая То есть тут у нас Другая Как это называется? Гвинейская торговая компания Заберем здесь все перспективные провинции себе Потом Повоюем с Испанией У нас будут три торговых компании Выполним условия Эпохи Эпохальные условия выполним Сделаем важное дело Как я говорил Подготовим к войне Сколько здесь пушек? Девять Что нам надо захватить? Шамар будет идти в связке с Йеменом По-моему То есть по идее Так-то нам на Йемен Крепость в горах Придется осаждать И это будет, наверное, самое такое Сложненько Иди сюда Чтобы забрать тебя отсюда Побыстрее Сразу давайте У нас есть лишняя дипломатическая связь Ее можно было бы использовать Для вассала А я использую для союза с Россией Предложить союз Я, конечно, понимаю, что Россия может втянуть в свои Войны меня Но такое дело Такс Аравак Аннексия Отлично Получили территорию Таки молодцы Дели съела Маленькую страну внутри себя А что у нас по пехоте Еще одну тысячу можем нанять Копим Пехотинцев у себя на территории Так 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 Доплыли Не доплыли Почти доплыли Крестьяне восстали И тут тоже Я надеюсь, что они смогут разбить эти восстания Да, парень Открывай Открывай Может найдешь города Так Так И у нас свободный дипломат, друзья Свободный дипломат Его надо где-то задействовать На Килву фабриковать претензии смысла пока нет Объявлять войну Мы еще не готовы Это нам надо подождать несколько месяцев для этого Отправить с угрозами Они еще не готовы нам ничего отдать Мы недавно только угрожали Понятно, почему они не готовы ничего отдавать Тут у нас еще перемирие не прошло Оно закончится только в 81-м Ой, извиняюсь Надеюсь, вы не оглохли На Эфиопию клепаем претензии Это правильно На Дели у нас есть претензии Так что, что нам клепать? Три претензии у нас есть У Гуджарата есть претензии Так что с Дели мы знатно повоюем На Синт у нас претензии есть Тоже дополнительно делать их не надо Может быть какие-нибудь претензии на Аджуран Но на Аджуран у нас есть Правда, вот эта вот провинция такая Мощненькая А ну давайте создадим чемпионскую сеть Может даже угрозой войны удастся потребовать У Джурана что-нибудь Килва с Аджураном Никто ничего не получит Белый мир Плохо, что их война так быстро закончилась Вообще, я рассчитывал, что они еще немножко повоюют Число административных или число дипломатических? О, это сложный выбор Так как дипломатические очки нам нужны Чтобы принимать дипломатические технологии Но чем больше у нас будет административных Тем больше мы переварим провинции Поэтому берем административные Умрет командующий Нет эффектов Или скорость передвижения на враждебной территории Минус 50% Будет действовать модификатор Озерный монстр Пойдем в обход Пойдем Так, и теперь меня интересует Африка Мы тут Так, почему бы не переставить тебя сюда И не уничтожить туземцев Подготовив место для колонии Ай, да ладно Так оно бывает Только-только Но это я должен был рассчитать Убрал отсюда командующего Как тут сразу случилось восстание Идеальненько Оставлять ли нам здесь эту армию? Сможем ли мы победить Конга такой армией? Я думаю, что со временем Мы переправим сюда больше войск Так что пока убираем корабли А часть войска оставляем Что-то какое-то чутье мне подсказывает Что я могу здесь либо казарму сделать Либо доход получить Ну, кроме того, чтобы мануфактуру потом построить Давайте казарму сделаем Странно Почему здесь у меня до сих пор нет мастерской? Ведь это была бы подготовка К строительству мануфактуры А, я помню У меня такая политика была Интересненькая По этому поводу Так, ноябрь Скоро война Скоро война Надо перекидывать еще войска Тут 16 тысяч у нас есть Подведем часть сюда Часть сюда Ну, с повстанцами мы справились Угрожает нам здесь что-то Малинские сепаратисты В самом Малинде И, в принципе, восстания можно избежать Достаточно просто перекинуть сюда войска 1588 год Хороший экспорт Эффективность торговли Глобальное торговое влияние На 10 лет Это у нас У Гуджарата Что приведет эффективность производства Плюс 10 мнение державы изменится Отлично Вообще мощно Ну и армия нам здесь так-то не нужна Ну, армия нужна Командующий здесь не нужен Чтобы он здесь прозябал Друзья, мы с вами подходим К историческому моменту Мы возьмем сейчас нужные техи Блин Прям не знаю Я бы, конечно, попробовал Объявить войну Ну, ладно Подождем Тут много кому на самом деле Надо объявить войну И что я тут сделал Сюда же надо перемещать Очевидно, что их армия пойдет куда-то В нашем направлении Так, мы ждем чего? Марта Чтобы объявить войну Шамару Советник умер Восстание случилось Но это не наше восстание Это персидское Будет ли Персия свое восстание подавлять? Сложен вопрос Армянские сепаратисты Надо Персии помочь А священники Священники, священники Что у нас тут? Снижение инфляции По максимальной цене Национальные беспорядки По минимальной цене Стоимость стабильности Изменение престижа Я так понимаю Что у нас умер тот Кто давал Миссионерам силу Ай, да ладно Давайте национальные беспорядки Минус 2 Главное, чтобы очков было много Минус 2 Главное, чтобы очков было много Блин, у меня прям желание Несколько войн провести В том числе Войну против Конго Ну че Сейчас мы займемся Грандиозным количеством Строительных проектов Эффективность производства Плюс 20 Годовое изменение коррупции Все это на 4 года Берем Столь ожидаемые Административные Технологии И берем Столь решающие Для нас И имеющие Важное значение Идеи влияния Начинаем Заполнять Дипломатическую ветку Ну и тут сразу же Доход от вассалов Вперед Сколько нам будет стоить 400 То есть еще 800 Надо накопить Чтобы потратить Придется нам Обойтись Без дохода От торговли Самое главное Это скидку Выбить на присоединение Гуджарата Тогда и Гуджарат Присоединится быстрее Освободится Один слот Для вассала И все остальное Тоже будет быстрее Два месяца Дождать Ну подождем Число военных Или число административных Очков величества На 50 Ну когда такое предлагают Конечно же Число административных Возьму Добавляем Сразу разрушу док Моряки мне не нужны 30, 20, 10, 20 30, 50 На 16 месяцев Давай Ну и как я говорил Вот сейчас мы будем Тратить очень много денег Ого 10 тысяч За разок Взяли и потратили Ну а дальше В следующих новых сериях У меня будет Очень много Проектов На улучшение Я пересмотрю еще Где и что могу построить В плане Вот таких вот вещей Мануфактур И Буду принимать решения Об их строительстве В принципе В принципе Учитывая что Ресурсы которые Получаются Благодаря этому делу Мне нужны Кофе Разное Всякое такое Я хочу взять Бонус Стратегически От этого дела Поэтому Мануфактуры Можно строить Строить И строить Прямо без разбора Так Еще одна провинция Это Сафала Все Сафала Теперь Можно присоединять Но толку Толку от нее В торговой компании Конечно Толку от нее Если у нее Будет нулевая автономия Но толку от нее В торговой компании Сколько у меня Золотодобыча Сафала 0.66 Я так понимаю Это увеличит ее торговую ценность Уменьшит налоги Число рекрутов Если это скинет Автономии Позволит нам Зарабатывать золото Побольше Мы не узнаем Если не проверим Да Давайте узнаем И давайте проверим Так Тридцаточка За четырнадцать Давай Миссионерам Пока есть работа Но очень скоро Эта работа закончится Поэтому нам надо воевать Ребята Вы тут не обнаглели Плавать Все Перемирие с Шамаром Закончилось На следующем месяце Мы сможем Сфабриковать претензию И как раз Шамару объявить войну С Малинди Я так понимаю Все Восстания не будет Не будет Варсангали Независимость Но я думаю Там тоже Сепаратистов Не наберется Так что Пофиг на них Еще раз Пройдусь Проверю Всех Мы тут Поизменяли Всем религию Все побережье Кроме одной провинции Но тут мы как раз Работаем А так Все побережье Тут Потом добавим Ее И потом Узнаем Есть ли еще Какая-то провинция Которую можно Добавить В Скажите Я скажу В торговую компанию Вот куда Ура Колония И превосходство Одна колония Закончилась Идеально Рассчитал Вторая колония Началась То есть Мы начали Вот эту колонию Колонизировать А закончили Колонию На которой У нас было Задание По моему Вот эту Вот Да Хорошо Тут еще Вот эта колония И вот эта колония Будут готовы И будет Новая колониальная Автономия Все Разбили Восстание Молодцы Я в вас верил Эфиопия Нам нужно Сфабриковать На нее Претензию На одну Из любых Провинций Эфиопии Сейчас мы Найдем Самую Выгодную По соседству С нами Вот это По сути И ради Этой Претензии Мы отсрочили Войну Эх Эх Еще На 33 Дня Так Сместная Цена Развития Завоевания С Эфиопией Получено Боиси Раджи Это где? А Я уже помню Где это Получить Больший Доход От торговли Сколько У нас Сейчас Доля Дохода От торговли 40% Это доля От всеобщего Дохода Всего Мы получаем Подождите Каких 400 367 Мы получаем Что Ты мне Показываешь А Золотодобыча Пришла В этом Месяце Понятно Ничего нам Не подходит С Дели У нас Перемирие Заканчивается В 81 В июле Ну как бы Это претензия Дополнительная Апрель 89 В июне 81 Ну давайте Хорошо Давайте Возьмем Дополнительную Претензию На Дели У нас Теперь На Дели Много Претензий С индейцами Можем Воевать Но Начнем Мы Войну С Шамаром Начнем Мы Войну С Шамаром Наверное Уже В следующей Серии Хорошо Друзья Как видите Денег Много Не бывает Хоть у вас 25 30 40 50 Тысяч Всегда Найдется Что построить Во имя Будущих Больших Доходов Для того Чтобы содержать Огромные Армии А нам Понадобятся Будущие Большие Доходы Чтобы Увеличить Количество Войск Потому что То количество Которое Есть у нас Еще пока Маловато Для завоевания Мира 179 тысяч Даже меньше Чем у Великих Мира Сего Например У Китая И мы Только Смогли Накопить 46 тысяч Рекрутов Нужно Увеличить И Производство Рекрутов В том числе Встретимся С вами В следующей Серии Тогда Проведем Серию Войн Против Шамара Против Индейцев И Против Конга Будем Выходить На западное Побережье Африки И добираться В Европу Разными Путями Одновременно Быстро Сохраняюсь Всем пока Субтитры Субтитры